ВОЕННАЯ БАЗА 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 ВОЕННАЯ БАЗ ВОЕННАЯ БАЗА ВОЕННАЯ БАЗА было какой-то военной необходимости их куда-то включать. То есть сама группировка, она не выросла сильно, она скорее обновилась за счет более современных образцов вооружений, ПВО, авиации, кораблей. Но, опять же, это обновление произошло потому, что Киев, согласно договоренностям, он долгие годы отказывал России в праве обновлять свои вооружения. Это была часть украинской стратегии, направленной на выдавливание Черноморского флота, где они отсчитывали дни до того, как в 2017 году Черноморский флот должен был уйти. Но поскольку этого не произошло после подписания Харьковских соглашений, то состав и количество группировки, оно не изменилось, слишком сильно обновилось, тем, прежде всего, технический состав. Ну вот что-то похоже, Ельченко ответили в Центре геополитических экспертиз России. Господа, я попрошу на плазму вывести, у нас есть ответ из Центра геополитических экспертиз России. Да, мы видим, что, наверное, все-таки в чуть более грубой форме, нежели вы, да, не стеснялись выражения, человек просто бредит. И что, по сути, это следствие угроз украинских националистов, захватить Крым, диверсия, провокация. Украина привлекает к себе внимание и пиар-ход. Наталья, вот вы весьма быстро и, стоит признать, достаточно результативно раскрутили свою организацию. Наверное, весь Крым так уж точно, а может, на территории России знают о крымских волонтерах. Вот, как считаете, в этой ситуации заявление украинской стороны, это действительно пиар-ход с желанием привлечь внимание к себе, в первую очередь, Запада? Ну, быстро, конечно, это хорошо сказано, нам почти 10 лет, поэтому не так уж и быстро. Да, я считаю, что это очевидная провокация, не более, потому что, если посмотреть, взять свет с общественности, взять свет общественного мнения, на самом деле эта военизация, она совершенно незаметна обычным гражданам. Может, конечно, военный тыл, это достаточно нормальная, стабильная база для любого региона России. И Москва, естественно, хочет защитить интересы граждан, доверившихся ей. Но какой-то повальной милитаризации в Крыму не наблюдается. И нет, Крым живет своей жизнью, он развивается еще более активно, инвестируется в средства именно в развитие культуры. У нас реставрированы библиотеки, театры, школы. Наталья, ну вот вы живете в альтернативной волонтерской реальности. Человек видит то, что он хочет видеть. Вы видите, вот все это хорошее, это, конечно, плюс вам большой. Но вот мы, допустим, с Борисом как мужчиной, наверное, видим и определенного рода наращивание военного потенциала. Есть такое у нас в Крыму? С-300, С-400? Конечно, есть. Это началось существоваться прямо в 2014 году. То есть тогда еще, когда не было моста, техника перебрасывалась из состава Южного военного округа на территорию Крыма. То есть сейчас в свете угроз Украины... Но это было правильное решение? Ну, когда нам рассказывают, что должны... Украина рассказывает, что она собирается вторгнуться в Крым. Когда она собирает группировку в Херсонской области для того, чтобы попробовать. То есть мы знаем, были попытки вторжения диверсионных взлетных групп, когда были погибшие среди сотрудников ФСБ, морской пехоты. Были в 2016 году инциденты. Когда мы видим активность диверсионных взлетных групп на территории Крыма. То есть мы знаем об этих арестах украинских разведчиков здесь. То есть, естественно, эти меры, которые предполагала Украина, они встречали противодействие. То есть российская группировка, развернутая к северу от Симферополя и ближе к перекопу Чунгара, она призвана, прежде всего, купировать любые попытки Украины, предполагать какие-то военные провокации против северного Крыма. То есть это было объективно неизбежно и стало следствием украинской политики. То есть если бы Украина смирилась с тем, что Крым она потеряла окончательно, то есть и начала проводить более разумную... Но она по факту смирилась. Мы кроме вот этого лая в социальных сетях, в интернете ничего не слышим и не видим. Ну, у них просто нет возможности. То есть они вынуждены только говорить об этом, но у них нет возможности что-то сделать. Поэтому они говорят то, что выгодно, скажем, Вашингтону. То есть вот Вашингтон же недавно принял документ, согласно которому США никогда не признают присоединение Крыма к России. Опираются они, прежде всего, на вот этот лай, который идет из Киева. То есть они дают формальные поводы для США проводить свою политику в отношении России и оспаривать принадлежность Крыма. Борис, ну вот насколько я понимаю, вернемся на несколько реплик назад. Насколько я понимаю, вы все-таки сторонник здоровой милитаризации полуострова. Но я хочу вот уточнить. Чем больше военных в регионе, тем он защищенней? Не обязательно. В современной войне количество далеко не всегда означает повышение... Качество. Да, то есть качественные вооружения, которые были доразвернуты в Крыму в последние 4 года, они значительно более повысили возможности российских сил в Крыму. Причем если бы просто сюда нагоняли просто кучу людей. Но в любом случае мы сейчас говорим о военной технике. Я хочу вам сейчас на плазму предоставить... У нас есть карта. Так, что это? Ага. Рассекреченный список приоритетных целей 1956 года. Для ядерного удара по СССР. Уже тогда наши оппоненты понимали, куда нужно бить. Мы видим, что Крым находится, по сути, в эпицентре. В эпицентре удара. И разве сейчас, усиливая группировку, мы не делаем полуостров целью номер один? Он до этого, в принципе, являлся... То есть планы дропшот, чарю, которые существовали еще в годы Холодной войны, они просто сейчас под другими названиями, под новые геопатические реалии, они существуют. То есть планы ядерной войны против России, как превентивной, так и, скажем, ответной. То есть они есть, Пентагон, как бы, ну, около Пентагонских кругов не скрывают, что Холодная война, которая сейчас идет между Россией и США, она имеет, ну, маловероятный, но все-таки и ядерный потенциал. То есть когда они говорят, что часы приближаются к 12, есть такой вот термин, о том, что риск ядерной войны возрастает. То есть сейчас это уже не просто фигура речи, да, то есть мы видим все более активную эскалацию напряженности не только на Украине, но и в ряде других регионах, где сталкиваются интересы России и США. Соответственно, Крым, даже если бы его не усиливали последние... То есть неважно, военная база, курортный регион, все равно... Здесь находится штаб Черноморского флота. Стрелять будут по нам. Здесь главная база. То есть объекты Черноморского флота, они будут в числе приоритетных целей, в том числе и для ядерного удара, если дойдет до этого. Наталья, вот мы сейчас такие достаточно пугающие вещи обсуждаем с Борисом. Вам, как женщине, как мирному волонтеру, не страшно за будущее? Нет, абсолютно. Я считаю, что то, о чем идет сейчас вещь, это как раз-таки не вектор развития, а необходимые меры для того, чтобы регион себя чувствовал в безопасности и было комфортно всем гражданам. Но речь идет о том, как в дальнейшем Крым наметен развиваться и какое будущее у Крыма. Я считаю, что Крым, как военная именно база, он не имеет за собой такого будущего. А какая-то безопасность, какие-то рамки, при которых мы можем себя чувствовать комфортно и дальше осуществлять жизнедеятельность... Атомное оружие достаточно хорошее, весомая причина или нет? Я думаю, что и без этого мы как-то... Россия у нас оградит от этих проблем. По крайней мере, это не должно затрагивать мирных жителей. Если есть какие-то военные аспекты, которые требуют модернизации, какие-то усовершенствования, они обязательно должны идти параллельно. Но Крым при этом, надо понимать, что он специализирован немного на другой отдых, у него немного другое направление. У нас слишком исключительная территория, у нас слишком уникальная территория для того, чтобы сделать из нее просто военную базу. Наталья, я думаю, Борис сейчас как эксперт в военной области подскажет, что Крым уникальный не только с туристической и климатической точек зрения, но и с военной в первую очередь. Ну, естественно, Крым, в частности, Янамская база Севастополя позволяет контролировать Черное море. Именно поэтому НАТО проявляло такой большой интерес в последние годы, именно нулевые, начало десятых, к развертыванию военной базы на Феодосии, проводили учения. То есть все это было направлено, опять же, на военное вытеснение России из Крыма и развертывание здесь инфраструктуры НАТО. То есть это конфликт между двумя блоками, по сути, которые Россия так или иначе вынуждена на этот вызов. Господа, ну вот мы затронули, да, по сути, вот две составляющие. У нас курортное развитие региона и его милитаризация, да, или составляющая военная. Но давайте вот с другой стороны посмотрим. Взять туристическую отрасль, да. Сейчас мы побили рекорд. Действительно, вот с советского времени, за постсоветский период это величайшая цифра, да, за все это время. Действительно, выгода налицо. Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местные бюджеты, развитие инфраструктуры за счет доходов, опять же, от курортной зоны в большей степени. Борис, а военная сфера, она какие доходы дает? Ну, во-первых, военная сфера, она, как правило, расходна. Именно поэтому всегда встает вопрос о том, не получится ли так, что мы делаем пушки вместо масла. То есть это, как известно, ситуация, когда идет какой-то конфликт, что бронеспособность повышается за счет интересов граждан. То есть это оправданные опасения. Именно поэтому сейчас стоят задачи балансирования, чтобы военный бюджет не пожирал социальные гарантии. И поэтому в последний год мы наблюдали некоторое снижение оборонных расходов. И постоянное заявление мы слышим из правительства, из Кремля, что мы будем вести свое военное строительство с оглядкой на общее экономическое состояние. Выгоды от этой вседительности частично оправдываются ростом продаж российских вооружений по всему миру. То есть Россия сейчас твердый номер два на рынке торговли оружием. И официально поставлена задача опередить США на этом рынке. Мы видим по количеству заключенных контрактов, в том числе благодаря действиям российских сил на территории Сирии, что Россия постепенно догоняет США на рынке торговли оружием. То есть, по сути, другие страны видят, насколько эффективно российское оружие. Борис, это все понятно. Но вот в свое время Советский Союз и загонки вооружения, он просадил свою экономику. Ну, я не совсем с этим согласен, потому что существует предназначение, что Советский Союз ставил какие-то колоссальные средства на вооружение. Но в рамках общесоюзного бюджета сумма была не настолько велика, как это принято говорить. То есть, там проблемы скорее находились в области государственного управления и общих вопросов экономики. Наталья, если бы бюджет условно военной нашей страны находился в ваших руках, вы бы направили его в мирное русло? Безусловно. Конечно, без такой утопии, как вы, наверное, ожидаете от меня услышать. Но, тем не менее, большая часть должна направляться в мирное русло и в развитие региона, для того, чтобы мирные жители... То есть, какая-то часть все-таки пойдет на военную силу? Какая-то здравая часть, конечно. То есть, регион должен чувствовать себя безопасно. А на остальное платье куплю, да? Борис, вот если говорить о современной системе формирования российской армии. Вот есть пример Швейцарии, да? По сути, маленькая мирная страна, которая не входит ни в какие военные блоки. Живут себе спокойно швейцарцы, денежки зарабатывают, но у каждого в сейфе есть автомат, на всякий случай, да? По сути, они военно обязаны, у них есть воинская повинность, у них регулярные сборы, регулярные проверки мужчины до 35 лет, обязательно проходят эти сборы. И случилось, что вот всегда они готовы, да? Сейфик открыл, автомат взял, пошел воевать. Все. Может, нам перейти к такой схеме? Ну, для нас это несколько тяжелее, потому что все-таки Швейцария очень маленькая, и у нее как бы сам характер местности в этой стране, то есть, горные районы. То есть, оно благоприятствует обороне. То есть, в России огромная протяженность границ. То есть, для того, чтобы делать так, как швейцарцы, то есть, раздавать оружие и как-то отграживаться ото всех, и быть одинаковым на всех направлениях не получится. То есть, Россия вынуждена выстраивать отношения с своими соседями так, чтобы где-то экономить на военном стыке. То есть, если мы граничим, скажем, с дружественной Белоруссией, нам не надо держать какие-то большие силы на границе с Белоруссией. Собственно, если мы граничим с страной, которая входит в НАТО, и с которой у нас очень плохие отношения, мы будем вынуждены там держать достаточно крупные силы. Мы сейчас видим усиление российских вооруженных сил на наших западных границах, поскольку НАТО приближается, ну, приблизилась уже фактически. То есть, НАТО сейчас в Прибалтике, сейчас увеличивается контингент в Норвегии. То есть, мы видим постоянное присутствие НАТО на Украине. Ну, а все-таки, вот, будущее за контрактной армией в России или за призывниками? Я думаю, будет смешанная система, то есть, полного контракта не будет. Именно потому, что требуется большая армия, то есть, а большая армия контрактная, это огромные расходы. Наталья, а как вы считаете, вот, защищать Родину должны профессионалы или все-таки, вот, долг всех мужчин страны? В идеале, конечно, профессионалы, но мы же понимаем, что это будет действительно очень затратно для нашего бюджета, нашей страны. Поэтому, скорее всего, правда, это будет какая-то смешанная система, при том, что и будут контрактные служащие, которые будут более квалифицированные кадры. Ну, у вас дети есть сын? Нет. Нет, ну, а если бы был, вы бы отправили его служить, защищать Родину и на войну в случае необходимости? Да, конечно. Я даю себе отчет, что, безусловно, он бы пошел служить в армию. Это достойный ответ. Борис, мы сейчас говорим о боеголовках, флотах, службе в армии, да, вот, то есть, о чем-то вот физическом, материальном, да, но сейчас есть такое понятие, как войны гибридные, да, и, по сути, кто бы мог подумать еще 20 лет назад, что у нас появятся кибервойска, да, я не знаю, скоро они, наверное, в контрстрайк будут стрелять друг в друга, кто выиграл, та страна и победила. До смешного доходит, но, тем не менее, может, стоит больше вкладывать не в железо и марш-броски, а вот в развитие именно каких-то новых технологий? Ну, это я не стал противопоставить, потому что нужно развивать и высокотехнологичную сферу, и обычные вооруженные силы, потому что есть понятие, что представление о том, что все будущие войны будут небольшими и гибридными, они не совсем оправдываются текущей военно-плитической реальностью. Мы видим, что накапливаются целые бригады, перебрасывают нашим границам, и там уже маленькими частями, силами спецназа, высокопрофессионального, там эти вопросы не решить. То есть, там речь идет о контингентах численностью тысяч или десятки тысяч человек. Вот здесь бы и пригодились ядерные боеголовки. С тысячами единиц техники. Мы увидели по войне в Сирии, что туда перебрасывались очень большие силы авиации, регулярных войск, спецназа, нелегализованных в России пока частных военных компаний, которые тоже присутствовали там. То есть, опять же, мы видим, как сосуществуют регулярные силы обычные и различные высокотехнологичные силы, которые формируются, естественно, исключительно из контрактников. То есть, люди получают достаточно неплохие зарплаты, они работают с достаточно современным оборудованием, в основном российским сейчас уже. Поэтому армия развивается комплексно. Борис, спасибо. Наталья, а вы вот что думаете об этой мягкой, по сути, силе? Вот может ли культура, общественные инициативы, волонтерство, то же самое, помочь в обороноспособности страны? Или, скажу так, чтобы было понятно, построить мир во всем мире? Я считаю, что потенциальные проблемы мы должны рассматривать и их, конечно же, учитывать. Но так или иначе, жизнь идет сейчас своим чередом. И, естественно, мы должны развивать культуру. У нас есть множество проектов, которые идут, масштабируются в регионах. И очень важная сейчас, первоначальная, мне кажется, задача, это как раз-таки развивать регионы. Развивать культуру и нести именно это все в массы, в каких-то отдаленных частях Крыма. И поднимать там дух народа, поднимать их веру в светлое будущее и так далее. Потому что мы даже не понимаем, насколько там ограничена культурная жизнь, ограничены возможности у людей. И очень важно не только смотреть в будущее, в какое-то потенциальное, возможно, которое нас доберет. Вы слишком миролюбивы, я так понимаю. Вы в высоком в Борисе плескаться не будете на этом эфире. А как это поможет обороноспособности? Обороноспособность должна исключительно идти благодаря профессионалам, параллельно с мирной культурной жизнью Крыма. И надо понимать вектор, которым мы движемся. Двигаться в сторону милитаризации, это явно провальный вариант для нас. То есть Крым, как курорт с ядерным оружием, вас устраивает? Давайте ограничимся просто курортом, культурной столицей и прочим. Вот Наталья Борис, сейчас, по сути, модно возобновлять те движения, которые были раньше. Я сейчас говорю о воспитании детей с элементами привлечения их ко всем этим военной подготовке. Вот та же юнармия, по сути. Но в свое время, в 90-е годы, Зорницу, все мы помним эту игру, ее, по сути, запретили, потому что она приобщает детей к войне. Она возобновляется. В следующем году, слышу о проекте, да, будет у нас возобновлена. И опять же, смотрите, если проследовать, отследить активность общественности, то на данный момент уже, на самом деле, общественность устала от военных акций, от политических акций. И наиболее... И хочет поиграть в войнушку, да, в Зорницу. Ну, лучше... Нет, Зорница это отдельные проекты, которые... Как и гонка героев, да, по факту. Тоже это отдельные проекты, которые идут своим чередом, но активно общественность участвует в культурных, в театральных событиях. В выставках, в форумах. Но мы уже устали. Мы уже устали от этой опасности, мы уже устали от этой милитаризации, от этих потенциальных нагнетаний и провокаций. Поэтому круг хочет жить мирно и спокойно. Но, Наталья, вот сейчас в школах кадетские классы, да, то есть детей учат носить форму, ходить строем. Та же юнармия. Вот я сейчас говорю об этом. Обязательно ли наличие агрессивной составляющей при патриотическом воспитании? Если она дозирована и она грамотно выстроена, то, конечно. Это только будет на пользу, на дисциплину нашему молодому поколению. И, конечно же, в будущем, не дай бог что, это хорошо скажется на будущем нашей страны. Но все это должно идти параллельно и не взаимозаменяемо. И не во вред культуре и развитию региона как курортной базы. Борис, а не станет вот эта милитаризированная прокачка молодого поколения, не приведет ли она к тому, что вот сейчас на Украине происходит, да, где в определенных областях просто промывали детям мозги, да, и слава богу, что здесь у нас как бы это патриотическая составляющая, да, это любовь к родине. Там это ненависть к другим национальностям. Но не приведет ли она к возможным последствиям? Ну, это такая область деятельности, где очень легко перемахнуть край. То есть, когда, ну, такая нормальная патриотическая пропаганда, она превращается в милитаристический, военно-патриотический угар, который свойственен, ну, особенно в период каких-то крупных военных конфликтов. То есть, такие были прецеденты в царской России, в Советском Союзе. Естественно, если, ну, этот вопрос запустить, то есть, будем накачивать патриотизмом, 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 ну, при этом игнорируя объективные нужды людей, связанные вот сейчас с недовольством по поводу пенсионной реформы, по поводу цен, зарплат. И мы опять возвращаемся к войне, но уже информационной. Да, это часть, фактически, как на Западе любят рассказывать, то есть, они не собираются воевать с Россией, то есть, они платят вот именно экономическим, ну, иным давлением. То есть, добиться изменений в России путем вызова внутреннего недовольства, чтобы это внутреннее недовольство скорректировало внешнеполитический курс страны. То есть, если, ну, руководство не сможет ничего предложить, кроме пропаганды патриотизма, не улучшая жизнь людей, то, естественно, скорее всего, они своей целью могут добиться. То есть, поэтому, сделать ставку на то, что мы будем рассказывать про то, как мы все патриотичные, это, ну, заведомо оборонительная стратегия, которая, ну, на мой взгляд, не приведет к... То есть, в этом случае дела должны соответствовать словам? Конечно, если мы будем ограничивать только пропагандой, не улучшая реальную жизнь людей, это, опять же, будет западная пропаганда все это показывать. Вот, посмотрите, они там рассказывают, как все хорошо, замечательно, а на самом деле есть объективные проблемы и в России, то есть, и у нас на полуострове, то есть... Борис, вы в Зорницу играли? Ну, скорее, в страйкбол играл. В страйкбол. Ну, я думаю, мы, в случае чего, мы готовы. Господа, напомню, что лучшее оружие – это то, которое никогда не приходится применять, потому что от одной угрозы противник капитулирует. И я благодарю вас за беседу, зрителей, за внимание. Встретимся завтра в это же время в прямом эфире и обсудим то, что обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok